всем привет продолжаем гулять по моему городу в петербургу этом нам помогает сайт сити волос его данными я пользуюсь и практически их зачитываю миллионные 14 архитекторы мунс год постройки 1740-1911-1913 особняк гинсбург дом платонова 1740 архитектор соболевский надстройка третьего этажа 1905 надстройка 4 5 этажей особняк баранессы гинсбург 1911-13 архитектор мунс реконструкция 1141 надстроен третий этаж здесь находилась школа центрального района номер 204 с углубленным изучением английского и финского языков 1740-х годах здесь стоял дом придворного повара платонова затем домом владели рубановский дочь хозяина вышла замуж за родищу не писатель середине 19 века архитектор соболевский надстроил третий этаж 1906 здесь произошла надстройки 4 5 этажей последние владельцы перед революцией бароны гинсбурге крупные промышленники и финансисты официально владелицы дома числилась баронесса роза сиди смутно в 1911-13 годах архитектор мунс превратил здание двухэтажный особняк с мансардой в 1941 война мансарда была разрушена бомбой после войны надстроен третий этаж после октябрьской революции доме находилось общество старый петербург новый ленинград затем 16 детский дом 42 школой и 204 школ по гинсбургам осип гаврилович гинсбург видный банкир создатель первой в россии частной банковской системы санкт-петербургский учетно-судный банк банкирский дом гинсбург 1859 год золотопромышленник и общественный деятель его банк был главным банковским учреждением для всех строящихся и готовых железных дорог младший сын осипа соломон руководил отделением банкирского дома в париже семья осипа гинсбурга состоялась четырех сыновей александра гарация урия соломона и дочери матильды матильда была замужем за фульдом племянником министра финансов наполеона третьего их старшая дочь была замужем за эмилем хальпхеном а их дочь вышла замуж за известного банкира эдуарда ротшильда в общем неплохая партия сын гарации 1933 1909 вместе с сыном гарацием гинсбургом осип гаврилович участвовал учреждение ряда коммерческих банков акционеры общества страховых компаний сын и в зеле гарации любимец великого герцога гессен дармштадтского получил официальная должность гессенского консула в петербурге это был первый в истории некрещенный еврей дипломат призванный санкт-петербургским двором когда же великое герцогство гессенское было упражненным бисмарком тагорацию а потом и самому банкиру и в зеле было даровано потомственного гессенское дворянство с баронским титул в придачу александр второй признал этот титул наследственным в семье ну из сыновей гарация гинсбурга наиболее известен востоковед писатель и общественный деятель давид гарации гинсбург который 1779 году получил титул барона другие его сыновья александр гарациевич и альфред гарациевич входили в правление ленского золотопромышленного общества и ряда других золотопромышленных обществ четвертый сын владимир гараций был женат на дочери киевского сахарозаводчика бродского вот так вкратце о доме номер 14 по миллионной улице особняк гинсбурга все пока пока до свидания пользоваться сайтом сети волос всего хорошего а а а а а Субтитры создавал DimaTorzok